Москва Это не только памятники старины, но и культурные ландшафты, народные песни, традиционные обряды и многое-многое другое. Все, что было создано талантом, трудом и упорством наших предков. 2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России указом президента. Инициатива нацелена на популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов России. Как отметили участники кругового стола, вопрос изучения истории неразрывно связан с сохранением целостности нашей страны. К сожалению, против нашей страны в настоящее время ведется активная информационная и идеологическая война, деструктивная деятельность, направленная на формирование предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе и в национальном, культурном, историческом аспектах. Необходимо помнить, что российское государство создавалось как единение народов и системообразующим звеном исторически являлся русский народ. В рамках кругового стола собравшиеся дали старты всероссийскому конкурсу «Моя страна, моя Россия». Проект реализуется уже много лет, объединяет тысячи активных, ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов. На этот раз тематика конкурса соотнесена с приоритетами года культурного наследия народов России. 23-й год у нашего конкурса будет юбилейный, 20 лет, и мы уже сегодня, в 22-м году, к этому готовимся. Тысячи участников в прошлом году – это все регионы Российской Федерации и 24 иностранных государства, откуда подали свои проекты соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане. Но проекты, отражающие проблемы, связанные с развитием российских городов и сел, что для нас особенно ценно и знаково. Говорили собравшиеся и о предстоящем юбилее города, который по популярности у туристов может соревноваться и с Москвой, и с Санкт-Петербургом. В 2024-м Суздаль отметит свое тысячелетие. В древнем городе сохранилось немало памятников, напоминающих о судьбоносной роли этого очага отечественной государственности. 400 средневековых поселений открыто за последние 20 лет в Суздальском Аполье. Это уникальные памятники. И не случайно 150 лет назад, 160 лет назад Уваров, основатель Московской археологической школы, выбрал Суздальское Аполье местом первого большого национального проекта по археологии. Все это, в общем, сейчас хорошо известно специалистам, но мы должны поработать вместе с Министерством культуры для того, чтобы это было, так сказать, более заметно и в федеральном уровне, более заметно в медиа, чтобы Древняя Русь, как, так сказать, ценность вернулась в медиа, наше медийное пространство вместе с памятниками Суздаля. При этом, как подчеркнул Сергей Нарышкин, материальное и духовное наследие почти невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Поэтому отрадно, что в последние годы все чаще говорят об успехах отечественной археологии. Любые виды строительных работ, подлежащих государственной экспертизе, предполагают археологическое исследование местностей. И вот такое отношение к археологическому наследию следует рассматривать как значимое культурное завоевание, которое необходимо сохранить. Между тем, многие объекты культурного наследия в нашей стране сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации. Неслучайно в ходе круглого стола в Доме Рио прозвучало предложение создать единый электронный реестр памятников. Я предложил бы рассмотреть возможность создания единого электронного реестра памятников, объектов культурного наследия, который бы, с одной стороны, позволил визуализировать все эти объекты, потому что сегодня такого единого, понятного, простого в обращении, а главное, доступного гражданам свода не существует. Создание такого реестра, да еще, повторюсь, доступного гражданам, конечно, стало бы серьезным системным фактором, и это позволило бы нам оценить в том числе и состояние, в котором они находятся. Правительство сейчас формирует организационный комитет. Министерство культуры завершает подготовку плана мероприятий, которые пройдут в рамках года культурного наследия по всей большой стране. Искусство, традиции в каждом регионе России свои, и это многообразие требует бережного и внимательного отношения. Это более поздний памятник, это уже эпоха Петра Великого. В тот же день в Доме Рио открылась выставка «Лики Древнего Собора». Собравшиеся смогли увидеть ансамбль фресок Древнего Сретенского монастыря, что весьма символично. Ведь фрески – значимая часть русского культурного наследия. Некогда наши предки черпали знания о спасении души в духовном пространстве фресок и икон. Зачастую пронзительные образы святых говорят куда больше, чем просто произнесенные слова. И сама манера, это уже не древнее такое письмо по фреске, а скорее живопись. Основанный более 600 лет назад, обитель и поныне стоит на том месте, где в 14 веке москвичи встречали великую святыню. Чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери. На место будущего храма ее принесли ради спасения московского княжества от полчести Тамерлана. Народная молитва была услышана. Враг отступил. В ходе мероприятия также прошла презентация альбома, который посвящен фрескам собора, созданным в начале 18 века. Это период московского правления Петра Великого, эпоха процветания и больших надежд. Период, который как нельзя лучше отражает церковное искусство. Сегодня Сретенский монастырь – единственный в Москве обладатель сохранившегося ансамбля монументальной живописи времен Петровской эпохи, уникального и малоизученного. Авторы фресок неизвестны, однако исследователи полагают, что они были выполнены костромскими мастерами. Недавно уникальные фрески были бережно отреставрированы. Служба информации Фонда Истории Отечества.